Московским больным детям помогают собаки из Карелии. Четвероногих привезли в столицу для реабилитации воспитанников интернатов для инвалидов детства. Собаки и их пациенты уже встречались летом в оздоровительном лагере и спустя полгода узнают друг друга. Анастасия Саховская узнала, как дружба и преданность помогают выздоравливать. И возницы, и пассажиры в нетерпении. Елена впервые сидит в собачьей упряжке и сердце уходит в пятки. Ну так сердце чуть бьет. Ну ничего, это нормально. Но стоит рвануть с места. И страха, как не бывало, круг по парку с ветерком на хасках. Катают по двое и к упряжкам очередь. Собаки словно понимают, какой хрупкий груз везут. Поворачивать нужный поворот, сбавляют сами скорость на повороте и в горочку помогают или с горочки. Преданность у них в крови. Хаски и чукотские ездовые, породы у которых нет геноагрессии. Они почти не способны укусить человека, тем более ребенка. Их нынешние пассажиры почти как дети. Воспитанники школ для слабослышащих и интернатов для людей с задержками в развитии. Она прямо у меня прыгнула выше головы моей. Я сама маленькая, она выше моей головы. Эти эмоции – часть программы реабилитации. Московских особых детей лечат хаски из Карелии. Там есть лагерь, где уже 10 лет работают с учениками столичных коррекционных школ. Но туда ребята ездят летом. А это новогодний сюрприз – ответный визит. Азы туризма. Профессиональные инструкторы учат, как надевать поводок. Не бойся, не бойся, не бойся. Я-то не боюсь. Проха. Вот. Но кажется, каждому из детей хочется собаку просто обнять. Почувствовать любовь, незамешанную на сочувствии. И найти общий, пусть и особый, язык. На языке жестов это значит «я люблю эту собаку». Карина не слышит и почти не говорит. Но кажется, что пёс её понимает. Есть научное название – канистерапия. И научные доказательства, почему особым детям полезно общаться с собаками. Это социализирует, снимает стресс. Но иногда достаточно просто на них посмотреть. Слабослышащий ребёнок, он думает, что его не слышат. Он начинает с ней пытаться разговаривать. Надеюсь, что собака его услышит. Но всё-таки самое приятное ощущение. Они приезжают, они пытаются найти свою собаку. И когда они находят ту собаку, с которой они год назад общались, собака их узнаёт. Всё, вот такие вот мы красивые. Лена и Загри были неразлучны в лагере в Карелии. В Москве пёс сразу узнал свою любимицу-хозяйку. И не отходит от неё ни на шаг. Фушистый, большой. Свет очень прикольный, очень большой. Вообще, мне такие собаки нравятся очень. Они снова встретятся только через полгода. Но главный урок любви и верности уже усвоен. Анастасия Саховская, Антон Малокоедов, Никита Чупин. Вести. Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова